Добрый день, ребята! Меня зовут Лидия Исмаиловна Акова. Я учитель начальных классов в гимназии номер 13. Сегодня урок математики проведу с вами я. Тема урока «Связь между суммой и слагаемыми». Прозвенел и смолт звонок. Начинается урок. Вы на парты посмотрите. Все в порядок приведите. А теперь тихонько сели. На меня все посмотрели. Ребята, перед вами таблица «Сиди правильно». Она напоминает вам о том, как вы должны сидеть за столами. Первая картинка указывает на то, что ребенок готов к работе. Вторая картинка показывает на то, как надо сидеть при письме. Сегодня, ребята, у нас урок «Открытие нового». А как вы думаете, чтобы узнать новое, что нам надо сделать? Правильно, ребята, надо повторить пройденный материал. Вот и начнем мы сегодня с повторений изученного материала. Я вам предлагаю немного попутешествовать. В путешествие мы с вами отправимся на паровозике. Первая станция «Устный счет». Ребята, на этой станции для нас приготовили несколько интересных заданий. Первое задание. Нам надо помочь Пете поймать рыбку. Ребята, обратили внимание на ведерочко. Как вы думаете, каких рыбок надо будет поймать? Правильно. Рыбок с ответом 5. Ищем примеры, ребята, с ответом 5. 8 минус 3 – 5. Правильно. 8 минус 2 – неправильно, ребята. 7 минус 2 – 5. Верно. 6 минус 2 – рыбка уплыла. 9 минус 4 – 5. И 7 минус 3 – тоже, ребята, уплыла рыбка. Итак, мы помогли Пете поймать рыбок. Следующее задание у нас. Винни-Пух просит помощь собрать шарики. Ребята, скажите, пожалуйста, чтобы помочь Винни-Пуху собрать шарики, что мы должны знать правильно, мы должны знать хорошо состав чисел. В данный момент мы должны знать состав числа 9. Ищем, ребята. Верный ответ. 9 плюс 0 – 9. Правильно. 6 плюс 4 – убежал. Улетел шарик. 3 плюс 6 – правильно. 2 плюс 7 – верно. А 2 плюс 6 – опять шарик улетел. 8 плюс 1 – правильно. 4 плюс 5 – верно. 7 плюс 3 – неправильно. 5 плюс 3 – правильно. Неправильно. И плюс 5 плюс 4 – верно, ребята. Мы помогли Пенни-Пуху собрать шарики. Следующее задание у нас, ребята, задачка. Внуку Шори, добрый дед, дал вчера 7 штук конфет. Съел одну конфету внук, сколько же осталось штук? Ребята, сколько было конфет? 7. Что сделал внук? Съел. Сколько осталось конфет? Давайте, ребята, с вами проверим, как это можно записать. 7 минус 1 равно 6. Правильно. Следующая задача. Пять синиц на ветку сели. К ним две галки прилетели. Сосчитайте быстро, детки. Сколько птиц сидит на ветке? Ребята, сколько синичек сидело? Правильно, пять. Сколько галок прилетело? Две. Сколько их стало всего? Давайте запишем. Пять плюс два равно семь. Правильно, ребята. Следующее задание. Шесть огурцов собрали с грядки. Пять огурцов уже съели. Осталось сколько, ребятки? Вы сосчитать успели? Шесть было. Пять съели. Сколько осталось? Один огурчик. Как мы можем записать? Шесть минус пять равно одному. Правильно, ребята. А сейчас открыли тетрадочки, ребята, проверили посадку, положили тетрадочки под наклоном, записали число. Классная работа. Обратите, ребята, внимание, в слове «классная» двойная, согласная «с». Сегодня, ребята, мы на минутке чистописания будем записывать цифру четыре. Ребята, вот как выглядит печатная четвёрочка. Давайте, ребята, повторим состав числа четыре. Четыре – это один до три. Правильно. Это три до один. Верно. Это два до два. Правильно, ребята. Еще раз повторим. Четыре – один до три. Три – до один. Два – до два. А теперь, ребята, посмотрите и вспомните, как пишется цифра четыре. Внимательно проследите за карандашиком. Хорошо. Хорошо. Ребята, запишите цифру четыре в целую строчку, пропуская клеточку между... Мы подъехали к следующей станции. Станция «Открытие нового». Тема сегодняшнего урока – связь между суммой и слагаемыми. Ребята, на полянке сидят зайчики. Сколько серых зайчиков? Четыре. Сколько белых? Два. Сколько всего? Шесть. Как, ребята, вы узнали? Четырем прибавили два и получили шесть. Правильно, ребята. Как можно по-другому прочитать это выражение? Сумма чисел четырех и двух равна шести. Правильно. Теперь возвращаемся опять на полянку. Ребята, так сколько у нас всего зайчиков на полянке? Шесть. Посмотрите, что случилось. Серенькие зайчики убежали. Сколько было сереньких зайчиков? Четыре. Какое выражение мы сейчас запишем? Было шесть зайчиков. Четыре зайчика сереньких убежало. Сколько беленьких осталось? Два. Правильно, ребята. Вернулись на полянку. Смотрим дальше. А теперь беленькие зайчики убежали. Сколько белых зайцев убежало? Два. Сколько сереньких осталось? Четыре. Какое выражение запишем? Шесть минус два равно четырем. Ребята, мы составили три выражения. Первое выражение. Четыре плюс два равно шести. Ребята, как называются компоненты при сложении? Слагаемая, слагаемая, сумма. Правильно, ребята. Смотрим, ребята, на второе выражение. Шесть минус четыре равно двум. Шесть, ребята, это что? Сколько всего было зайчиков? То есть суммы. Обратите внимание. Если мы из суммы вычитаем четыре, это первое слагаемое, то получаем два, второе слагаемое. Значит, что мы говорим? Мы из суммы вычли первое слагаемое и получили второе слагаемое. Теперь, ребята, следующее выражение. Из суммы мы вычли второе слагаемое и получили первое слагаемое. Таким образом, ребята, мы установили связь между суммой и слагаемыми. Ребята, что вы заметили? Если из суммы вычесть одно слагаемое, то получится другое слагаемое. Повторили еще раз, ребята. Если из суммы вычесть одно слагаемое, получится другое слагаемое. Хорошо, ребята. А теперь, ребята, поработаем с учебником. Открыли учебник на странице 27. Первое задание у нас. Объясни, как составлены примеры каждого столбика, используя слова слагаемые и суммы. Ребята, давайте рассмотрим первое домино. Сколько синеньких кружочков? Шесть. Сколько красненьких кружочков? Показывай. Два. Сколько всего кружочков? Шесть плюс два – восемь. Правильно, ребята. Теперь посмотрите, что мы делаем. Из восьми кружочков вычитаем два кружочка красненьких. Сколько у нас получается синеньких? Шесть. Далее. Из восьми кружочков вычитаем шесть красных кружочков. У нас остаются два красных кружочков. Значит, ребята, какой мы можем вывод сделать? Если из суммы мы вычтем второе слагаемое 2, то получим первое слагаемое 6. Если мы из суммы вычтем первое слагаемое 6, то получим второе слагаемое 2. Прекрасно. Ребята, приступили к разбору второго домино. Здесь, ребята, пять синих и три красных. Всего кружочков 8. Следим за мной. Если мы из суммы вычтем три красных кружочка, это у нас второе слагаемое, то получаем 5 синих, первое слагаемое. Если из суммы вычтем 5 синих, то мы получаем 3 красных. Давайте, ребята, еще раз повторим вывод. Если из суммы мы вычтем второе слагаемое, то получим первое. Если из суммы вычтем первое слагаемое, то получим второе слагаемое. Прекрасно, ребята. А сейчас я вам даю время для того, чтобы вы по одному примеру на сложение, 3 плюс 4, составили два примера на вычитание, используя наши правила. Правило какое, ребята? Из суммы. Если вычтем первое слагаемое, то получим второе слагаемое. Если из суммы вычтем второе слагаемое, то получим первое слагаемое. Хорошо, ребята. Теперь проверяем. Ребята, первый столбик. 8, 6, 2. Проверяем ответы второго столбика. 8, 5, 3. И проверяем ответы третьего столбика. Что вы самостоятельно записывали? Здесь давайте поподробнее проверим. Значит, сумма равна 7. Потом из суммы мы вычитаем второе слагаемое 4. Получаем первое слагаемое. Потом из суммы мы вычитаем 3 первое слагаемое и получаем второе слагаемое. Давайте, ребята, повторим правило. Если из суммы вычесть первое слагаемое, то получится второе слагаемое. Если из суммы вычесть второе слагаемое, то получится первое слагаемое. Ребята, запомните. Если вы это правило будете хорошо знать, то вам очень легко будет решать примеры на вычитание. Значит, ребята, что мы можем сказать? По одному примеру на сложение мы можем составить два примера на вычитание, используя данное правило. Следующая остановка – решение задач. Задача. Ребята, сейчас я прочитаю вам задачу, а вы вместе со мной глазками прочитывайте ее. Лене подарили 10 цветных наклеек. Из них 5 она уже использовала. Ребята, нам дали такое задание – закончить задачу. То есть мы должны поставить нужный вопрос. Какой мы вопрос зададим? Правильно. Сколько осталось цветных наклеек? Ребята, о чем говорится в предложении, в этой задаче? О наклеиках. Ребята, сколько наклеек подарили Лене? 10. Сколько из них она уже использовала? 5. Ребята, давайте мы с вами выберем слова для краткой записи. Первое слово – подарили. Второе слово – использовала. И третье слово – осталось. Давайте запишем данные. Сколько подарили наклеек? Подарили 10 цветных наклеек. Сколько она использовала? 5 цветных наклеек. И надо узнать, сколько осталось. Ребята, если она уже использовалась, как вы думаете, осталось меньше или больше? Конечно, меньше. Каким действием мы решим эту задачу? Правильно. Вычитание. Из 10 мы вычтем 5 и получим 5 наклеек. Ребята, мы закончили запись. Задачи? Нет. Что мы должны написать? Слово – ответ. Ответ. 5 наклеек. Ребята, мы решили первую задачку. Давайте проведем небольшую физминутку. А теперь, ребята, встали. Быстро руки вверх подняли. В стороны. Вперед. Назад. Повернулись справа. Влево. Тихо сели. Вновь. За дело. Ребята, вы немножечко отдохнули. А теперь давайте работаем дальше. Впереди ждет нас вторая задача. Ребята, читаем вместе со мной. Митя с папой удили рыбу. Митя поймал 4 рыбки, а папа на 2 рыбки больше. Сколько рыбок поймал папа? Сколько всего рыбок поймали Митя и папа? Ребята, что вас заинтересовало в этой задаче? Что у вас для вас необычное? Правильно, догадались. Здесь, ребята, у нас два вопроса. Сколько рыбок поймал папа? Это первый вопрос. Сколько всего рыбок поймали Митя и папа? Второй вопрос. Ребята, кто ловил рыбок Митя с папой? Сколько рыбок поймал Митя? Правильно, три рыбки. Сколько поймал папа? Правильно, ребятки, мы не знаем. А что мы знаем? Нам говорится, что папа поймал на две рыбки больше. Хорошо, ребята. Вот вы подумали немного и, наверное, поняли, какие мы слова берем для краткой записи. О ком говорится? О папе и Мите. Значит, эти два слова берем для краткой записи. Первое слово, ребята, Митя. Второе слово папа. Сколько рыбок поймал Митя? Четыре рыбки. Сколько рыбок поймал папа? Мы знаем? Нет. Но знаем на две рыбки больше. Записали. Ребята, первый вопрос у нас вот. Сколько рыбок поймал папа? Мы отметили. Второй вопрос у нас был. Сколько всего рыбок было? Ребята, сколько всего, ребят, обозначаем фигурной скобкой. За фигурной скобкой мы пишем вопрос рыбок. Ребята, раз у нас два вопроса, значит, у нас будет два решения. Первое решение какое будет? Правильно, мы будем узнавать, сколько поймал папа. То есть к четырем мы прибавим два и получим шесть рыбок. Поясняем. Папа поймал. все, ребята, мы узнали, сколько папа поймал. Теперь мы узнаем, сколько всего рыбок поймали папа с Митей. Если Митя поймал четыре рыбки, а папа шесть рыбок, как мы узнаем, сколько всего? Четырем прибавляем шесть и получаем всего шесть рыбок. Дописываем ответ. У нас в задаче было два вопроса, значит, у нас будет два ответа. Шесть рыбок и десять рыбок. Ребята, вы прекрасно справились с задачей. Ну, а сейчас решим примеры. Шесть плюс три минус два. Первое действие шесть плюс три. Девять минус два семь. Следующее. Восемь минус четыре плюс один. Находим сначала разность восьми четырех. Это четыре. Четыре плюс один пять. Девять минус три. Разность равна шести. Шесть плюс четыре десять. Шесть минус четыре два и два минус два ноль. Ребята, а следующий столбик вы решите, пожалуйста, самостоятельно. Проверяем ответы. Десять, шесть, девять, девять. Прекрасно, ребята. И с этой работой вы справились. следующая станция, станция знатоков. Ребята, скажите, пожалуйста, можно ли, не считая, используя пример на сложение, решить пример на вычитание? Конечно, можно. Посмотрите, ребята. Если шесть плюс три девять, то девять минус шесть три, а девять минус три шесть. Если семь плюс два это девять, то девять минус семь это два, а девять минус два это семь. Если восемь плюс два это десять, то десять минус восемь это два, а десять минус два это восемь. Ребята, вы с работой справились. Давайте, ребята, еще раз повторим то правило, с которым мы с вами познакомились. Если из суммы вычесть одно из слагаемых, то можно получить другое слагаемое. Вы, сегодня хорошо поработали, молодцы. На этом урок мы закончим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова